Чтобы закончить начатые строительные работы, школе необходимо 100 миллионов рублей. Сумма внушительная, и пока неизвестно, кто ее будет вносить. У Минобороны желание построить объекты есть, но вот с выделением федеральных денег проблема. И область готова взять на себя все время строительных работ, однако полномочий из-за разности бюджетов пока на это не имеет. Он нам упорядочит взаимоотношения заказчика-подрядчика. Пишем протокол, ребят, допустим, денег нет, деньги будут, вы должны сдать, а деньги будут в эти дизайны, тогда-то, 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 тогда-то. То есть как бы была какая-то определенность. Это нормально. Чтобы мы знали, кредит на какое время рассчитывать, подрядчики, подрядчики, вот это перевести по всем объектам, которые делаем, их надо делать. Мы понимаем, задача стоит, надо вводить. Мы не против. Но реально, чтобы, ребят, вот эти сроки, вот эти копеечки будут тогда-то, тогда-то, а это тогда-то. Полный расчет. Все как бы за протоколом. Это было бы здорово. На сегодняшний день здание школы построено на 95%. Выполнены работы по внутренней отделке и инженерным сетям. Возведена коробка здания, смонтированы внутренние инженерные коммуникации. Реконструирована котельная. Рассчитана школа почти на 800 учеников. Сейчас в ней получают знания меньше 600 детей. Николай Денин обратил внимание присутствующих, что это областное образовательное учреждение, а значит, под ведомством департамента образования. Сдача данного объекта до 1 сентября 2013 года. 1 сентября 2013 года и Александр Николаевич, и Владимир Николаевич, и Александр Михайлович. Ребятишки должны учиться в школе. Мы определились, что это за школа должна быть. Это авиационно-космическая кадетская школа или корпус. Соответственно, и подготовка всех документов должна идти в этом направлении. имени дважды героя Советского Союза, лётчика-космонавта Леонова Алексея Архиповича. Николай Денин дал срок до 1 февраля подготовить и предоставить план мероприятий по вводу данного объекта в эксплуатацию. Татьяна Глазова, Сергей Ковач, События Брянск. Вопрос обсуждения.